всем привет дорогие друзья из солнечной алании и новое свое видео я опять начинаю на нашем балконе сегодня 17 апреля как вы видите погода стоит потрясающе на телефоне мне показывает 23 градуса но мне кажется на солнце намного жарче до 30 точно доход в общем весна в самом разгаре лето приближается и конечно же солнце зелень радует нас такие непростые времена сегодняшнее видео будет посвящено недвижимости последнее время от вас стало поступать очень много вопросов по поводу того снизились ли цены на квартиры в турции продаются ли квартиры больше в общем все что происходит на рынке недвижимости мы с вами сегодня обсудим а также поговорим о том что касается туров и когда откроются аэропорты когда начнется авиасообщение и так далее этот вопрос мы тоже затронем ну и конечно же вопрос о том чем стоит заниматься на карантине и как не тратить драгоценное время в общем друзья если у вас есть какие-то вопросы в описании к этому видео есть мой телефон ватсап обязательно пишите по ватсапу я постараюсь ответить на все ваши вопросы ну а в сегодняшнем видео комментарии по поводу недвижимости нам даст специалист по недвижимости которая занимается недвижимостью очень много лет в анталии в алании и в турции поэтому я надеюсь что это видео будет вам полезным поэтому если вы не подписаны на канал обязательно подписывайтесь смотрите предыдущие видео ну и конечно же будьте здоровы и надеюсь вас увидеть в скором будущем в алании и в турции если вы покупаете недвижимость за границей а тем более в туристическом районе то прежде всего стоит ответить на три самых главных вопросы это где покупать здесь я имею ввиду район на береговой линии ближе к горам в общем нужно выбрать район у кого покупать у какой компании самое главное выбрать компанию с хорошей репутацией которая работает на рынке уже очень долго и имеет довольных клиентов и что покупать здесь я имею ввиду первичку или вторичку дом квартиру пентхаус домик в деревне и так далее в общем выбор за вами но для того чтобы сделать этот выбор нужно провести исследование рынка пообщаться с людьми в общем делается это все него не быстро но чем больше вы потратите время на эти вопросы тем удачнее будет ваша покупка ну и конечно же сейчас всех интересует вопрос упали ли цены на недвижимость в турции в данный период что же происходит с рынком недвижимости в данный момент в апреле двадцатого года добрый день дорогие друзья меня зовут александра кабачи и более 10 лет я работаю в сфере недвижимости в турции часто начали поступать одинакового плана вопросы которые интересуют я думаю большую часть зрителей и я зачитаю эти вопросы постараюсь максимально быстро на них ответить конечно каждый вопрос про каждый пункт но можно рассказывать долго поэтому кто заинтересуется уже анастасии вы можете написать и и мы более подробную информацию предоставим итак первый вопрос упали ли цены у нас в связи с понятное дело что ситуация неоднозначная такой ситуации никогда не было она влияет на рынок на поведение продавцов и покупателей на всех но чтобы сказать что все сейчас массово решили продавать недвижимость и сбрасывать цены такого не понятное дело продавцы в частности строительные компании они тут на уступки они у нас предложили условия более удобные более льготные для покупателей в плане рассрочки оплаты рассрочки платежа банки пошли на уступки даже иностранным клиентам которые брали у нас недвижимость в ипотеку в плане рассрочки по кредиту но так сказать чтобы опа и просел рынок пока такого нет понятное дело мы не знаем что будет дальше никто не знает прогнозы абсолютно разные но конечно так как мы тут живем мы видим всю ситуацию и до этого мы проживали в 2008 кризис и кризис был в россии с 2016 году и кризис когда лера упала в 2018 году но тем не менее рынок турции не рухнул не повалился и на это есть ряд причин первая причина во первых в турции очень развит внутренний рынок который я не ориентирован на иностранцев то есть я имею ввиду сделки между турецкими жителями по статистике в 2020 году начался у нас очень хорошо сделок по недвижимости всего в турции за два месяца за январь февраль было больше чем за все первое полугодие 2019 года то есть это конечно о чем то говорит во первых и ставки пойти потечному кредитованию были снижены это все стимулировало конечно рост продажа во вторых он все местного производства в турции то есть начиная от арматуры бетона заканчивая бытовой техникой и отделкой кафелем это все производится в турцию мы не зависим от импорта мы не зависим от может быть каких-то курсов в колебании валюта поэтому понятное дело что сейчас прошел очень небольшой промежуток времени чтобы говорить и мы прогнозировать с точностью что будет дальше но на данный момент пока вот так что имеет место быть и понятное дело что все в этой ситуации стали на паузу скажем так все приняли режим ожидания собственники не торопятся продавать они ждут когда все наладится но цену сбрасывать не будем мы немного подождем все наладится опять поедут и мы как бы будем продавать то есть понятное дело срочные продажи они всегда были они всегда есть в любое время поэтому сейчас может быть вам стоит обратить внимание именно на срочные продажи кто хочет купить недвижимость турция потому что людям по разным причинам может понадобиться наличные они будут сбрасывать скажем так какие-то очень интересные пирожки и эти пирожки будут хватать и внутренний рынок то есть турецкие граждане но также эти горячие пирожки они выскакивают и на внешний рынок поэтому вот сейчас вы можете скажем так словить момент потому что все-таки концу мая в начале июня ожидается полное открытие границ начала туристического сезона это будет стимулировать обычно приток спроса и цены вряд ли будут снижаться александра упомянула о том что приблизительно к июню месяцу откроются перелеты и начнется туристический сезон какой информации я обладаю сейчас на 17 апреля 20 года многие из вас и в комментариях писали и знают что турецкие авиалинии начали продажу билетов с 1 мая но буквально пару дней назад эта дата была перенесена на 20 мая авиакомпания пегасос начала продажу авиабилетов с 15 мая также я вчера прочитала что компания победа начала продажи билетов с 1 июня но друзья в одном из сообществ в фейсбуке я прочитала о том что у одной девушки муж работает в компании турецкие авиалинии и несмотря на то что сейчас продажа авиабилетов началась 20 мая эта дата может поменяться пока не поступит распоряжение государства если государство нет решение о том что эти даты нужно переносить они будут перенесены поэтому я всегда вам говорю о том что всегда имейте тот запас когда нужно поменять билеты или вернуть обратно деньги пожалуйста общайтесь со своей авиакомпании с туроператором чтобы иметь именно вот этот запас и не потерять деньги и как вы все знаете я вам об этом говорю постоянно о том что все даты которые сейчас имеются это все очень приблизительно никто не знает о том когда начнется туристический сезон также есть такие предположения что международные рейсы начнется к концу июня а местные рейсы начнутся к концу мая в общем все вот эти даты очень плавающие если у вас нет туров билетов ждите официального заявления от турецкой стороны или российской стороны если у вас есть туры и билеты общайтесь активно с вашими агентами и авиакомпаниями и имейте всегда вот этот запас знаете запас когда вы можете поменять или вернуть обратно деньги один из первых вопросов на которые стоит ответить при покупке недвижимости это где покупать в каком районе мы например живем в районе билк хас бахче этот район находится за большой объездной дорогой но несмотря на то что кажется что это далеко до пляжа идти всего минут 15 до центра пешком минут 20 и чем хорош этот район тем что он находится близко к горам как вы видите за мной горы из нашего балкона открывается вид и на горы и на море и что самое интересное летом здесь прохладно а зимой тепло но каждый выбирает район по себе я например жила и в махмутларе и в тосмуре и в центре алании и теперь в этом районе и этот район мне нравится больше всего но тот район который вы выберете должен отвечать всем вашим потребностям если у вас маленькие дети если пожилые люди в семье нужно ли чтобы рядом была детская площадка больница большие магазины или маленькие или вы хотите жить на самом берегу моря это была вашей мечтой поэтому обязательно изучите все районы и выберите тот район с той инфраструктурой который максимально будет отвечать потребностям вашим и вашей семьи ну а сейчас давайте посмотрим что нам ответить специалист по недвижимости о том как ведет себя рынок в двадцатом году и выросли ли продажи недвижимости в турции с начала двадцатого года второй вопрос как ведет себя рынок с начала 2020 года года цены спрос статистика как я уже сказала сделок было большое количество за первые два месяца и в 2019 году турция показала хорошие показатели роста цен на недвижимость номинального значения 12 процентов на 12 процентов выросли цены и как бы почему хотел сказать что цены вряд ли будут опускаться они так сами по себе в турции очень приемлемые то есть турция этим и привлекать что соотношение цена качество строительства очень хорошие еще один самый главный вопрос который возникает у всех и на который нужно ответить и на который нужно потратить больше всего времени это у кого покупать для этого друзья вам стоит пообщаться с несколькими компаниями узнать сколько они находятся на рынке какая у них репутация ну и конечно же по возможности пообщаться с теми кто приобрел квартиру у этой компании узнать обязательно какой есть послепродажный сервис у этих компаний и какая у них вообще репутация как они относятся к своим клиентам выполняют для них свои обещания и есть ли у кого-то к ним какие-либо претензии в общем друзья при покупке недвижимости выбор компании либо застройщик либо риэлторской компании является одним из самых-самых важных поэтому этому вопросу уделите большое внимание и конечно же многих интересует вопрос многие задают такой вопрос что можно приобрести за 30 30 или 40 тысяч евро в Алане и как вы видите в центре сейчас идет перестройка старых домов точнее старые дома сносятся и на их месте строит новый поэтому давайте посмотрим что скажет специалист по недвижимости о том что можно приобрести за 30-40 тысяч евро в Алане 30 тысяч евро это примерно у нас 210 тысяч лера в таком бюджете можно рассмотреть квартиру в макмакларе но это будет вторичный рынок старый фонд 1 плюс 1 на то есть двухкомнатная вот сейчас у нас есть за 33 тысячи евро это первичка новостроенного в саларе то есть если новые рассматривать то конечно от 35 и выше за 40 тысяч евро уже конечно можно рассмотреть 1 плюс 1 в новых дома в том же махмутларе допустим можно 2 плюс 1 рассмотреть но это старый фонд будет и если рассматривать центр города то в таком бюджете конечно не очень много будет вариантов будет зависеть также от расположения но это также будет вторичное жилье еще один из главных вопросов которые вы мне задавали и на которой также важно получить ответ для самого себя это что покупать вторичку или первичку то есть новые квартиры дома или на вторичном рынке поступил вопрос о том сколько стоит квадратный метр в новом жилье квадратный метр в первичке сейчас стоит порядка 700 800 евро за квадратный метр в первичном жилье поэтому друзья мы также для себя должны решить что покупать будет ли это квартира студия будет ли это квартира 1 плюс 1 квартира 2 плюс 1 может быть это будет пентхаус или даже вилла где покупать квартира во вторичном жилье конечно же дешевле и за меньшую и за ту же сумму можно купить например в первичном жилье квартиру поменьше а во вторичном жилье квартиру побольше будет ли эта квартира находиться на первой линии с видом на море или эта квартира будет ближе в гора Поэтому вы для себя должны решить, что вы хотите купить, где вы хотите жить, в каком районе, и когда все эти факторы вы сопоставите, естественно, вы увидите общую картину того, что вам подходит. Ну и, конечно же, сейчас в этот период многие риелторы предоставляют так называемые онлайн-услуги показа квартир и консультации. Поэтому Александра нам сейчас расскажет о том, какие услуги предоставляет их компания, и как это происходит, и даже то, как квартиру можно приобрести по доверенности. Услуги онлайн, показ, консультации и так далее. Да, сейчас это очень актуально, то есть все перешли в онлайн-режим, и мы также, допустим, у нас офис открыт, там всего один человек по послепродажному сервису, но все менеджеры в удаленном режиме, но все можно посмотреть. Любой объект мы можем показать, мы связываемся по скайпу, ватсапу, вайберу, включаем камеру, и все это вы можете посмотреть, увидеть. Ну и тем более, конечно, на ютубе очень много роликов, показывающих жизнь в Турции, и также видеообзоры недвижимости. Пятый вопрос. Покупка по доверенности, если человек за границей. Да, такие сделки были и раньше у нас, но сейчас они стали более актуальны. Такую сделку провести можно, но нам понадобится доверенность. Доверенность оформляется в консульстве, в турецком консульстве в вашей стране. То есть это в Москве, Санкт-Петербурге, в Киеве есть турецкие консульства. Вы туда идете, мы полностью текст доверенности вам высылаем, чтобы это все правильно оформить. Далее эту доверенность пересылать нам нет необходимости. Вы только высылаете фотокопию этой доверенности, которую вы сделали, там есть QR-код. Поэтому к QR-коду здесь в любой нотариальной доверенности мы можем получить оригинал ее и подать документы в кадастровое управление провести сделку. Главное в этой ситуации, чтобы консульство работало и принимало вас. Ну вот три недели назад такую сделку мы проводили. То есть сейчас можно это время карантинное как раз использовать для изучения рынка, для изучения онлайн, вот так вот просмотров недвижимости, города, всех законов. И также подготовить пакет документов, если вы что-то выбрали, это все можно оформить, составлять юридический контракт у нас. То есть там много пунктов, о контракте уже рассказывать в этом видео не буду, но тем не менее все это сейчас можно сделать. И вы приедете уже, когда границы будут открыты, свою квартиру и не будете тратить время на все оформление документов, будете наслаждаться уже отдыхом. Также, допустим, те, кто купили квартиру, но не могут прилететь, сейчас можно обставлять онлайн квартиру, можно услугами дизайнера пользоваться и делать это не спеша, скажем так. То есть использовать время с пользой. Всем желаю, конечно, здоровья, терпения, хорошего оптимистичного настроения. Все мы ждем, когда границы откроются. Мы уже безумно соскучились за туристами, за новыми людьми, поэтому будем с радостью ждать вас в нашей солнечной Алании. Ну и, конечно же, друзья, третий пункт, который я обозначила в начале этого видео, это пункт о том, чем же заниматься, когда имеется столько свободного времени. И сегодня, работая за компьютером, я всегда фоном открываю какие-то интересные передачи, и один умный человек сказал, что как человек может не знать, чем ему заняться, как человеку может быть скучно, если человек не знает английский, испанский или даже китайский язык. И целыми днями я сижу за столом, меня из-за стола просто не вытащить ни моим детям, ни моей супруги. И только по каким-то экстренным случаям я встаю из-за стола. И я абсолютно с этим согласна, потому что человеку не может и не должно быть скучно с самим собой. Сейчас очень много разных онлайн-курсов, сейчас очень много онлайн-библиотек, сейчас очень много всего, такое количество всего интересного, нового, чему вы можете научиться, на что у вас не хватало времени. Если вы хотите научиться иностранному языку, пожалуйста, изучайте курсы, присоединяйтесь к курсам иностранного языка. Если вы хотите изучить какие-то программы, все есть в ютюбе, изучайте. И чтобы изучить какую-то программу, понадобится не более одной недели. Я, например, так изучила программу 3D-моделирование и сейчас буду заниматься изучением иллюстраций. Поэтому, друзья, я призываю вас к тому, чтобы вы не теряли свое время драгоценное, казалось бы, в такой тоже сложной ситуации. Прошел целый месяц. Задайте себе вопрос, чему вы посвятили это время, чему вы научились за это время. Пожалуйста, не теряйте свое время, будьте здоровы и всегда старайтесь узнавать и познавать что-то новое. Это будет только на пользу вам и вашим близким. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь из нашей прекрасной солнечной лани. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Всем всего хорошего, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok